Добрый день дорогие друзья! С вами Торнадо и сегодня мы посмотрим второе видео по Супер Коню, в котором, как я и обещал, сделаем полный разбор бронирования, где действительно есть на что посмотреть, а также взглянем, как этот агрегат прекрасен в позиционке. Выпадает нам для этого прекраснейшая карта Life Ox, уже безо всяких кавычек, где на танках с хорошим УВН, ну типа Конкерера конечно же, никакого смысла ехать налево, куда поехало основное стадо, не имеет. Поэтому, чтобы отыгрывать от УВН, мы направляемся направо через канаву под мост, потому что я понимаю, что занять дальний мост по таймингу мы конечно же не успеем. Вот в такой комплектации машина у меня выехала в этот бой, закалка в слот, трофейный досылатель и турбина, ничего не поменялось. Слота под турбину у нас конечно же пока что нет, установлена из полевой модернизации пока что только первая пара и конечно же первая пара на проходимость, потому что динамика по слабым грунтам является нашим слабым местом. Поддержать меня на этом фланге поехало очень мало народу, это такой же супер конь как и у меня, это Яга Е100, которая на крайний момент может действительно на косарь залупить в лицо, когда уже на нас будут выезжать. И конечно же мои снаряды, которые не хотят лететь по прицелу, ну это ладно, расстояние там было почти полкарты. Ну конечно же артиллерия и тестолет, который поехал вперед высвечивать врага. Я вижу, что сил противника здесь будет довольно много, хотя вижу, что они не такие уж прям и потные, но танков действительно в разы больше, чем нас двоих с конем, потому что в упоре будем воевать явно только мы. Кран неосторожно подставляется, получает бронебойный в НЛД, стреляет в ответ кумысом, но попадает скорее всего в гуслю, поэтому и без урона. Далее Е5, просовываем ему в НЛД, ну и сами конечно ловим кумулятивчик. Пацаны все красавцы, играют на голде, ну зачем думать, зачем использовать руки, зачем использовать мозг, если есть гребаная голда. Причем в НЛД они меня бы пробивали любым снарядом, ну это ладно. Вижу, что конь у меня, союзник, ну не такой уж прям потный задор, но все-таки он здесь есть и одному как бы было бы намного страшнее. При этом враги пока что, хоть и заняли уже нашу часть карты, не торопятся как-то высовываться. Е5 подставляет лючок, я пытаюсь его краешком выцелить, ну снаряд конечно уходит в землю, а остальные враги пока что подставляться не спешат. Вот, союзник мой уехал чуть-чуть от меня подальше, кран продолжает шпиговать меня в башню кумулями, но безуспешно, я стреляю также абсолютно безуспешно, и здесь я уже понял, что бой будет долгим. И пока мы стоим на месте, предлагаю взглянуть на бронирование этой машины. Вот примерно так выглядит его коллижен моделей, смотреть на него салба, все прикрыто конечно какими-то непонятными экранами, есть какие-то зеленые зоны, красные зоны, сейчас посмотрим подробнее. Начнем сначала с бронебойки, это бронебойка самого супер коня, то есть смотреть как он пробивает сам себя. Ну, НЛД, понятное дело не танкует ни хера, причем под любым углом, что так его поставь, что так его поставь, что вот так даже его поставь пробиваться будет, но тут уже можно и в ВЛД пострелять чуть-чуть, то есть вот так это все будет пробиваться. Здесь, если танковать бортом, соответственно, борта у него не тонкие, 101 мм с лишним, по правилу трех калибров никто не пробьет, вот даже при таком вот углу от ПБшки будет рикошет, но есть такой очень любопытный, как такая ловушка Шрёдингера, стреляя в каток, в самую правую его часть, если ее видно, можно простегнуть в НЛД, которая вот так вот аж до края здесь торчит, то есть вот так вот, если конь высовывается, через каток можно его сюда простегнуть. Что касается цилиндра, который мы уже с вами смотрели в прошлой части, ну, с ББшки в цилиндр хрен пробьешь, потому что 280 там минимум приведенки, там 350 в самом толстом месте, дальше рикошет. Что касается подкола, можно простегнуть самого себя подколом в этот цилиндр, даже в непередовернутый борт, потому что тут везде будет рикошет, ну, вот так уже нужно передоворачивать даже борт, чтобы можно было его пробить. При непередовернутом борте можно простреливать все-таки вот сюда, 298 против подкалибера, сравнение для ББшки тут 275 примерно. Ну, угол я уже, конечно, поменял, но не суть. Что касается лба, опять же, подколом сам себя он пробивает в ЛД, ну, если не стрелять прям вот вверх-вверх, а стрелять ближе к стыку, ну, можно пробить спокойно, если особенно он так на вас наклонится, то еще проще. Вот эта зеленая зона, ну, она будет уходить в рикошет, потому что 44,5 номинальная броня, должно быть 133,5 миллиметра калибр орудия, чтобы туда можно было по правилу трех калибров пробивать. К этому вернемся чуть позже. Для сравнения, посмотрим кумулятивы, кумулятив возьмем от советского объекта 430У, довольно мощный кумулятив, 340 пробивает, и смотрим. Понятное дело, ВЛД, ну, будет пробиваться. Вот это узкая полоска. Кумулятив не имеет нормализации, и если на вас конь смотрит вот так, допустим, чуть-чуть, ну, не прям вот так, вот, вот так, а вот так, вот ровно, допустим, он стоит, ну, туда, будем честны, какие-то шансы пробить есть. Туда может залететь. Если он чуть-чуть ошибется и наклонит лицо, ну, 100% туда может залететь пробитие. Хотя, кто будет туда выцеливать, если открыто ВЛД, которая легче пробивается. Что касается борта. Не передовернутый борт, ну, будет пробиваться, честно сказать, с трудом, сзади вообще пробиваться не будет. Давайте вот так поставим борт, якобы он не передовернут, в каток по-прежнему, через каток будет залетать. Что цилиндр говорит? 450, 380, ну, 335 самое тонкое место. То есть, просто так достать туда кумулятивом, ну, не получится. Это должно повезти. Либо конь должен вот так передовернуть чуть-чуть борт, ну, и 297 при веденке там примерно будет. Ну, за 300. То есть, пробить будет можно. Возвращаемся к супер коню, в данном случае. И теперь посмотрим на нечто более интересное. Это башня. Башня у него, как мы видим, имеет зеленые такие уязвимые зоны, но не все так просто. Самое тонкое место, уязвимое в башне, но оно находится под маской. 279. Ну, какой-то пиксель, вот, допустим, да. Чуть-чуть ниже уходим в погон, там, 304, вот, если приглядеться. Вот погон отдельно, вот лоб башни отдельно. По краям от маски 290, 291, там, ну, минимум какой-то, да. Остальное за 300 уже уходит. Сверху 325, 318. Тут уже экраны. За экранами зона там уходит в рикошет. Тут 320, самое тонкое вот место тоже за экранами. Крыша у него 50,8 миллиметров. То есть пробивается, но очень редко какие-то Е3, Е4. Поляк, между прочим, 60ТП, по правилу трех калибров, его бронебойным вот сюда в крышу может простигнуть. А кумулятивом, кстати, уже нет. Вот это любопытный момент, что бронебойка сюда с крупного калибра залетит. Подкол тоже залетит. Это, кстати, сейчас можно проверить. Пока говорю, вот как раз и проверю. А вот кумулятив туда уже залетать не будет. Вот, смотрим, бронебойный снаряд, ну, спокойно залетает в крышу. В шапку, что интересно, нет. Но к шапке вернемся позднее. Сюда, кстати, можно пробить бронебойным. Ну, это вообще интересно тут. Видим, под любым углом, там по правилу трех калибров будет залетать. Если поставим кумулятив, все, кумулятив под таким углом уже будет рикошетить. Но при этом шапку он его пробивает, опять же, о шапке позже. Ну, тут понятно. Возвращаемся к супер-коню обратно. Бронебойный рикошетит об крышку. Бронебойный рикошетит об шапку. Что самое интересное. Об шапку он будет рикошетить, потому что у нее злоебучий угол. Вот мы вот это вот видим, да? Он просто туда пробивать не будет. Если конкеррер на вас наклонился и видна вот эта тоненькая желтая полосочка, в нее, да, в нее можно простегнуть. Но вы туда хрен попадете. Туда просто нереально попасть, даже вот в клинче, если ваш танк выше. Ну, конечно, если выцеливать прям потно и вам повезет, да, туда можно попасть. Но при этом, когда он на вас выкатывает вот так, и вы абсолютно ни хера не видите вот этот лючок, он пушку на вас опустил, ему насрать. То есть сюда его даже вот если под кол поставить, ну да, кое-как, кое-как вот сюда можно будет простегнуть, если учитывать, что земля будет вот на таком вот уровне, эту зону просто не будет видно. Ну, какие-то миллиметрические, просто надо миллиметраж какой-то сделать, прицелиться, чтобы еще пробитие вылетело. Подкол, соответственно, тоже будет рикошетить вот эту вот шапку, только в желтую зону вот эту залетать. Я говорил, что есть слабые места в маске. Да, они есть. Возле орудия, слева-справа, смотрим, 279. И сразу же 617. Справа 330, 279. Ну и опять дальше по нарастающей. То есть куда-то в какой-то пиксель возле орудия можно простегнуть. Слева, ну, то же самое видим, да, есть место. Еще два слабых места в маске находятся вот здесь по диагоналям. 600, 296. Вот здесь вот этот глазик. Сверху нихера, там 360. И с этой стороны то же самое, 296. Вот в эти две зоны, вот возле орудия по вот этим вот, по диагоналям, туда тоже можно простегнуть. То есть он сам себя может туда пробить. Какой-то Е3, там, Е4 на подкалиберах тоже может туда пробить. Но, учитывая то, что эти зоны дико маленькие, и даже можно поставить вот визуальную модель, допустим, вернуть, да, ну, тут еще отличить как-то можно. Здесь вот хрен увидишь, куда попасть. Вот реально. Хрен там видно. Туда можно попасть с 10-го раза, с 20-го раза при этом еще и не пробить. А он вас просто будет разбирать в лобешник, если грамотный. То есть вот. Но у шапки есть одна интересная такая особенность. И сейчас мы на нее посмотрим. Прекрасно видели, да? Бронебойные снаряды залетают в шапку. Причем именно не в желтую вот эту вот зону, а именно в шапку. Почему? Потому что бронебойный снаряд имеет нормализацию. Да благослови ее, вселенная. И снаряд примерно вот под таким углом, если бы точно туда залетал. Вот так, примерно. И что мы видим? Да. Он туда спокойно будет залетать и пробивать. Поэтому, если конь стоит перед вами вот так, никакая бронебойка туда не залетит, никакой подкол туда не залетит. Если он стоит перед вами вот так, то можно в эту желтую зону как-то туда прокинуть. Сюда ничего залетать не будет. Если он стоит перед вами вот так, если вы чуть-чуть выше, и работает нормализация бронебойного снаряда, да, сюда можно даже спокойно пробивать либо ловить на раскачке, как это было только что на врезке. Что касается кумулятивов, об этом стоит, конечно же, отдельно сказать, допустим, тот же поляк, тот же поляк, под любым углом кумулятив в шапку будет пробивать. Под любым углом, даже если вот так стрелять, вам посчастливится закинуть вот сюда снаряд, будет пробитие. Что касается экранов на башне, на лбу, они не всегда спасают. Пробитие у нас здесь кумулятивом 317, это не самый мощный кумулятив, мы это понимаем, если вот так вот конь от вас отвернул башню, ну сюда с определенным шансом даже в экран можно пробить. Брали в прошлый раз кумулятив 430У, я предлагаю сделать сейчас то же самое и посмотреть. 430У, пожалуйста, спокойно, прям в экран, 63% шанс пробития. То есть можно простегнуть. Что касается сборта брони, ну тут ее просто нет, поэтому вот эти вот экраны, которые вот так вот отстоят от основной брони, абсолютно насрать. Абсолютно насрать и в бортину вот так вот особенно, особенно сверху вниз, будут шпиговать через экраны кумулятивами спокойно. Они что-то делают только если в лоб. И то можно выстрелить вот сюда, а не вот сюда, но если башня чуть отвернута, в экран пробитие будет. В принципе, вот, как и говорилось, ни хера не имба, слабые места во лбу башни присутствуют, их довольно много, особенно против кумулятивных снарядов и снарядов там с высоким бронепробитием. Поэтому, если эти слабые зоны не защищать, коня будут трахать в лобешник. А теперь поехали обратно в бой, применять полученные знания. Исключения, как известно, подтверждают правила, поэтому то, что я говорил о том, что слабые места в башне трудновыцеливаемые, просто были умножены на ноль вот в этой ситуации. Внимательно смотрим за Е4, который находится справа, и что он делает правильно. Он простегивает мне голдой прямо в пушку, как раз вот в то маленькое самое уязвимое место, которое находится возле орудия. Ну и в треугольник, который находится в верхней части маски. Ну почему бы и нет, пробитие подкола-то позволяет, но вот нужно просто понимать, что если бы ему чуть меньше повезло, он бы никогда вот так вот четырежды подряд, а он это сделал четырежды подряд, ни хрена бы не выцелил. Тем временем в бою ситуация немножечко накаляется, танков на моем фланге довольно много, конь союзный рядом со мной, конечно, как-то трется непонятно, но благо он все еще фуловый, в отличие от меня. И я понимаю, что здесь геройствовать особо некуда, и здесь самое время окопаться. Я не успеваю никому абсолютно пропихнуть с уроном, стою как идиот, пытаюсь по ком-то стрелять, благо вертуха в Центурион Экшен Икс прокатывает, и на нас уже выкатывается более пяти машин, не учитывая поддержки. Светим немножко ассистим артиллерии, по Е4 я сам, конечно, зафейлил выстрел, кран у врага заезжает наверх, а Е5 начинает выставляться и стрелять мне в НЛД, но при этом он не учитывает то, что неосторожно подставляет каток. Я целюсь Е5 в шапку, пытаясь понять вообще, поедет он или нет, он бывало трогается с места, я перевожу прицел, стреляю, а он остается там же, где и стоял. Благо Е4 приезжает довольно быстро и подставляет свою уже шапку под мои снаряды. Е4 выкатывается как-то совсем неаккуратно, и благодаря моему союзнику я отрываю ему голову. Вот это феерично! Справа Е5 и Суперконь продолжают на меня как-то выставляться, я опять фейлю выстрел, но тут то, что я и говорил, с бортов против кумулей экраны как-то не особо спасают. Е5 выставляется, чтобы пострелять по моему союзнику, я его ловлю на этой ошибке, каждый раз прессовывая ему в каточек, ну и здесь уже, конечно, без вариантов. Е5 бескомпромиссно подставляет борт и отлетает в ангар. Тем временем, 4-100 своего урона, 1033 ассиста, 1630 натанковали мы уже. И по-прежнему хпшек у нас как минимум на 2 выстрела Суперконя вражеского, что очень хорошо. Артиллерия мне здесь понемногу ассистит, и несмотря на то, что я как бы здесь остался один, уже подлетает тестолет, уже подлетает леопард. Коня мы красиво через каточек как раз, как я рассказывал в смотре брони, в правую его часть просаживаем в НЛД, ну и потом просто шпигуем, пока ему в задницу суют огурцы, мои союзники. И, соответственно, остается буквально пару шотов сделать. Вертуха в леопарда не залетает, и бой уже близится, конечно, к своему логическому завершению. Конечно, леопард здесь второй раз немного перемудрил, хотел лёпу нашего забрать, но получил от меня в каточек, и я кладу себе в копилку еще 909 ассиста. Итого, 5300 практически своего, 2250 ассиста, натанковали более 1500, игра замечательная. Конечно, оригинальный скриншот результатов я немножко просрал, поэтому загрузил его с вот реплейс, реплей, кстати, будет в описании, если кому интересно. И это первая степень за 1230 чистого опыта. Что ж, вот такой вот бой у нас получился. Надеюсь, вам понравилось то, что вы увидели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и да пребудет с нами мастер. С вами был Торнадо, до встречи на полях сражений.